Повторяется о церкви впервые. Вот, это как не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Начнем, как обычно, с небольшого повтора, но мы не будем повторять весь материал. О котором мы говорили вчера. Начнем с небольшого повтора последней нашей темы. Значит, мы с вами говорили о конфликте. Одной из основных мыслей, которую мы с вами вчера пытались усвоить, что в основе конфликта не разность мнений, а именно негативная реакция на то, когда высказывают мнение, которое противоположно тебе. Именно вот эта наша негативная реакция, она становится основой конфликта. Когда что-то не так, как ты себе это представляешь. И мы говорили о том, что конфликт появляется там, где кроме внешних условий, есть еще внутренняя готовность. То есть, человек как бы заряжен уже конфликтом. И основой, ну, одной из основных причин такой внутренней готовности человека к конфликту является устойчивое состояние внутреннего напряжения. Когда человек периодически напрягается, да, ну, там где-то поднапрягся, а где-то сбросил напряг, да. Где-то что-то не получилось, но он пришел домой, дома, прекрасная жена, на работе что-то не получилось, да, домой пришел, дети окружили, расцеловали, жена накормила вкусным ужином, да, почитал какую-то хорошую книгу, там, Бог коснулся, не знаю, как-то. Ну, что-то произошло положительное, происходит как бы сброс такой, да. А если есть череда таких напрягающих вещей, там не получилось, там не получилось, там не получилось, там не получилось, да. то вот это и создает такое напряжение, и оно может быть устойчивым, то есть как бы постоянным, то есть постоянно накапливающееся напряжение. Вот это состояние постоянного устойчивого напряжения делает человека готовым к конфликту. То есть достаточно только спички, и сразу происходит взрыв. Также мы с вами увидели, что одной из распространенных причин, почему человек живет в напряге, это такая как бы убежденность, что ли даже подсознательная убежденность, что в жизни за все надо бороться, то есть он настроен на борьбу. Как мы с вами говорили вчера, и то, что я почувствовал, и возможно вы сами почувствовали, что понятие, что не за все и не всегда надо бороться, вызывает у нас некое такое несогласие внутреннее. Кто это вчера почувствовал? Вот Ада не почувствовала вчера, да? Раньше чувствовала. Раньше чувствовала, да? Вот как зовут тебя? Майя. Майя. Как ты считаешь, справедливо ли такое определение, что за все и всегда нужно бороться? За счастье, за успех, в служении Богу, в личной жизни, в воспитании детей, в профессиональной карьере, за все нужно бороться. Так просто ничего не дается человеку. Когда ты это поняла, что за все в жизни нужно бороться? Наверное, с лета 14. То есть в подростковом возрасте, да? Когда ты начала самостоятельно осознавать мир, первое, что ты поняла, что жизнь это достаточно сложная вещь. Наверное, родители тебе еще в детстве говорили, Майя, жизнь вещь сложная. Так же? Так? Говорили, подготавливали тебя? Ну, периодически. Ну, редко ты слышала, что Майя, не переживай, у тебя все получится, жизнь прекрасна. Так же? Наверное, не слышала такого? Не было такого, да? А то, что жизнь это вещь серьезная, так просто ничего не бывает, за все надо пахать, пахать, пахать. Ну, конечно, конечно, ты столкнулась, потому что ты на это была настроена, так же? Ну, я бы не сказала, что я настроена. Да, я, то есть, приходится самому все... Самому решать все проблемы, да? Хорошо, обратите внимание. Вот Майя говорит, что она не была на это настроена, как бы жизнь ее так настроила. Но, может быть, здесь в комнате есть люди, которые тоже по жизни часто сталкиваются с трудностями. И тоже не все легко происходит. Но вы, как бы, не чувствуете этого напряга. Как-то вы идете по жизни легче. Знаете, как бы, грубо говоря, как шутя. Да, вот, придете, что-то не получается. Но напряга нет. Потому что вы, как бы, говорите, ну, не страшно, ну, вот, ну, не получилось, ну, получится. А кто-то, наоборот, грузнет. Он постоянно разочаровывается, он постоянно расстраивается. Понимаете? Потому что, смотрите, если есть у человека предпосылка или предрасположенность к борьбе, вот он внутри себя говорит, надо бороться. Это его внутренняя, так говорит, установка, как девиз у него внутри. Борьба. Слово борьба о чем вам говорит? Вот как вы понимаете слово борьба? Как ты понимаешь, Майя? Слово борьба, как это? Ну, в том плане, что, ну, не опускать руки, ну, не расслабляться. Ага, вот. Не расслабляться, раз. Что еще? Как вы понимаете слово борьба? Столкновение. Столкновение, да, пожалуйста. Борьба это достижение чего-то. Цель. Ну, можно достигать без борьбы? Или невозможно? Ну, я не думаю. Не, можно, конечно, но зачастую нужно прикладывать. То есть, в достижении цели приходится сталкиваться с борьбой, да, с усилием. Но, неужели весь путь от начала до конца к цели это постоянная борьба? Но борьба это защита. Смотрите, слово борьба всегда подразумевает столкновение, потому что борьба это всегда кто-то борется с кем-то или с чем-то. Нельзя бороться ни с кем или ни с чем, да. А если это борьба с кем-то или с чем-то, это всегда столкновение с кем-то или с чем-то. Это всегда противостояние, так же? Это всегда противоборство. Смотрите, мы перечисляем. Борьба, противостояние, противоборство, столкновение, несогласие, непримирение, да. Потому что борьба это не согласие, не примирение, это напряженное состояние, потому что то, как сказала Майя, что борьба это там, где ты не должен расслабляться, это значит ты должен быть напряженным. И все слова, глаголы, которые мы перечислили, они все в какой-то мере агрессивные, так же? И ни один из них не говорит о какой-то свободной, в хорошем смысле легкой жизни, мы не говорим о легкой жизни с позиции мажоров, которые катаются на чьих-то машинах, и им кажется, что жизнь прекрасна, потому что они сами палец о палец не ударили, и все их достижения это просто чьи-то бонусы. Но однажды они останутся один на один с жизнью, и им придется столкнуться с тем, что жизнь вещь серьезная, правда? И их такое безалаберное отношение к жизни будет меняться. Но значит ли это, что вся жизнь действительно вот такая борьба? Конечно же нет, да? Но если у человека есть эта установка, он сам себя, смотрите, в любой ситуации, первым его как бы движущей силой это напряжение, 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 напряжение. И если это постоянно и всегда, во всем и за все, у него состояние напряжения становится стабильным, то есть постоянным. И значит человек в таком состоянии, он постоянно предрасположен конфликту. Его здесь черканули, он вспыхнул, да? Напряжение дало о себе знать. Он вышел из этого зала, столкнулся, допустим, сел в машину, кто-то проезжал мимо, он вспыхнул, так же? Зашел в магазин, дал продавцу деньги, тот дал ему сдачу немножко надорванную, он вспыхнул. Он пришел домой, жена не так подала, он вспыхнул. Включил телевизор, не та новость, он вспыхнул. Почему? Почему он постоянно из одной ситуации переходит в другую, и постоянно у него конфликты, конфликты, а потом он просто говорит, все, я не выдерживаю. И человек пытается как-то разрядиться, он пытается как-то это с себя сбросить и часто выбирает неправильные методы. Знаете, такие, есть понятие, как бы ситуативная выгода, то есть на данный момент он может выпить, он может выругаться, он может подраться, как-то сбросить это напряжение, так же? Но он понимает, что это не выход из ситуации, но ему нужно что-то делать, куда-то этот напряг нужно деть, так же? Поэтому человек, который живет в постоянном напряжении, он живет в постоянной предрасположенности к конфликту. А это внутреннее напряжение, потому что он настроен на борьбу, он не настроен на легкое отношение к трудностям, в хорошем смысле легкое, не безответственное, так же? Но есть люди, которые по-другому это пересекают. Допустим, если мы посмотрим на жизнь Давида, его жизнь была достаточно сложной, но некоторые вещи, на которые любой бы из нас отреагировал просто катастрофой, он как-то умел через это перешагнуть легче, как будто бы Бог переносил его через это, а жизнь была достаточно сложной. Но отношение к жизни было как-то легче ему было. Бороться это значит, что бороться нужно с кем-то, с чем-то, столкновение, конфликт, конфронтация, противостояние, то есть весь комплекс негативных эмоций, в слове борьба. Поэтому мы можем смело утверждать, по крайней мере я для себя принял решение, не за все и не всегда мне нужно бороться. И мне хотелось бы, чтобы большая часть моей жизни проходила в спокойном, радостном, легком состоянии души. И даже если мне где-то придется воевать, чтобы я был одет во всеоружие Божье. Так же? В шлем надежды спасения, это когда мой мозг вырабатывает, постоянно генерирует ко мне мысли, которые вселяют в мое сердце надежду. Все будет хорошо, мы прорвемся, все будет классно, еще не такое преодолевали. Надежда спасения, это мои мысли, они как бы защищены. Чтобы я был защищен верой, а вера, мы говорили, это доверие, все будет классно, Бог со мной. Так же? Меч, Слово Божье, ну вы помните, да, все это все оружие. Это все оружие, которое мы должны одевать в моменты столкновений с кем-то или с чем-то. Но это не шлем напряжения, не щит самозащиты, не меч осуждения. Правда? И мы с вами также начали говорить о таких пяти основных ситуациях, из-за которых конфликт приходит в нашу жизнь. То есть первое, что мы с вами обсуждали, это так называемый шаблонный подход. Кто-то что-то может вспомнить о шаблонном подходе? Шаблонный подход к решению конфликта. Как это понять? Когда человек один и тот же шаблон применяет в разных ситуациях и ждет другого дезинзатора. Как это? Если где-то у него в одном чем-то получилось, он думает, что этот шаблон успешный, он его начинает использовать в других местах. Например. Например. Дима нет шутки. Дима. Ну я вчера, кстати, приводил пример с Димой. Может быть, ты помнишь? Разговор. Ну напомни нам, Алис. Ну когда он был как бы его сыном, и он поговорил с ним, и это сработало. В следующий раз, да, сейчас опять поговорит, приходит, а он уже не воспринимает, надо что-то не было. Придел подход искать. Шаблонный подход, абсолютно правильно ты сказал, Александр, что это когда мы используем одну и ту же модель с разными людьми в разных ситуациях. Потому что когда-то эта модель сработала. В основном шаблонный подход используют люди, не которые сами это поняли, которым кто-то этот шаблон дал. Ну допустим, Меру, я разговариваю с тобой, говорю, слушай, у меня такие проблемы с ценой. Ты говоришь, так сядь и просто поговори с ним по-серьезному, как мужик с мужиком. Ну понятно, что просто, ну, если надо, там, как бы, убеди его. И я вдохновился твоим наставлением, пришел, посадил сцену и сказал, слушай, в конце концов, когда это прекратится? И поговорил с ним серьезно, как с мужиком. И смотрю, что он обмяк, его сердечко растаяло, он, да, сказал, папа, я буду стараться. И это сработало. А потом через время опять сбой. И я снова сажу его перед собой. И начну я как с мужиком. Без сюсю, правду матку ему в глаза, так же. Называю вещи конкретными именами. А оно вызывает обратную реакцию. Он вместо того, чтобы расслабиться, признаться, начинает бунтовать, начинает ерепениться, начинает еще меня в чем-то обвинять. Разговор не получился. Мы разругались. Я думаю, ну все, ну как-то хорошо. Хорошо. На следующий день я прихожу вечно, говорю, ну что, сынок, надо продолжить. Мы же не договорили в прошлый раз. Садись. И начинаю опять гнуть ту же линию. Это значит, что у меня, как будто в моем сознании, нету альтернативного пути решения. Есть как бы такой шаблонный подход. И я вижу, что он не работает. Но я не применяю другой. И из этого конфликт не решается, а усугубляется. Разгорается все больше и больше. Я его сам, как бы, усиливаю. Можно? Да, пожалуйста. Я думаю, что тут еще шаблонный подход. Можно еще сказать, что, как альтернатива, это твоя выработанная годами модель поведения. Тут, если мы разговариваем, тут все просто. Как на нашу жизнь, если спорцировать? Ну, к примеру, ты общаешься с человеком, и человек, ты ожидаешь от него, как обычно, да? Что он будет с тобой вежливый, милый, общительный. Он берет и грубо тебе отвечает. Все. Оно не вмещается в твою модель поведения. Ты выходишь из себя. Так же, Шелин? Кто-то грубо сказал, кто-то грубо ответил. Ты уже с этим не миришься. Потому что это противоречит твоей модели поведения в жизни. То есть, ты так не поступаешь. Другая ситуация. Если начинает тебе хамить человек, один раз ты можешь вытерпеть, второй раз ты тоже уже срываешься. Это тоже твоя модель поведения. То есть, вот твои стереотипы, в которых ты раб, находишься своих стереотипов. Да, согласен. Согласен. По шаблонному подходу я думаю, что все понятно, да? То есть, еще некоторые детали, которые я хочу добавить к шаблонному подходу. Это есть некоторые причины, почему человек использует шаблонный подход. То есть, первое. Это неспособность человека, а больше не неспособность, а не желание человека, искать новые альтернативные пути решения конфликтной ситуации. То есть, он или не способен, но в большинстве он просто не хочет искать новых подходов. Неспособность или нежелание находить альтернативные пути решения конфликтной ситуации. Причиной также может быть, ну, одной из причин, почему человек не может или не хочет искать новые пути, скажем, такой недостаточный интеллект у человека. Не то, что человек глуп, да? Но порой недостаточный интеллект, это не потому, что у человека нету способностей. Он просто ленив, он не хочет развиваться, так же? И если вы увидите, что конфликтные люди, в большинстве случаев, это очень примитивные люди. То есть, они, грубо говоря, недалекие. Да, вот, чуть-чуть он сразу, да что, да кто, да я, да ты, да вот. Более интеллектуальный человек, более культурный, он ведет себя в конфликте по-другому. И это отличает его, так же? Чем более конфликтный человек, тем, значит, более он примитивный. То есть, интеллектуально, скажем, с низким интеллектом человек. И если, допустим, вы реагируете во многих ситуациях конфликтно, сами для себя скажите, я что, идиот, что ли? Я что, недалекий человек? Потому что это удел людей таких достаточно ограниченных. Чем более вы интеллектуальный или культурный человек, в хорошем смысле, да? Или в нашем случае духовный человек, который тоже Богом достаточно развит. Тем более вы будете конфликтоустойчивым человеком. Ну, я уже говорил, что часто, вот, этот человек, который не хочет искать новые пути, он просто ленится. Ленивый, как бы, ум и ленивое сердце. Ему, грубо говоря, извините, облом просто сесть и проанализировать ситуацию. Почему не работает? Почему в прошлый раз сработало, а сейчас не работает? Что изменилось? Да, просто посидеть, подумать, помолиться. Поискать новых путей. Ему просто лень. Порой. Просто лень. Вторая причина, почему человек использует неработающий шаблон. То есть, оно не работает, а он все равно берет и пытается его применить, усугубляя конфликт. Это фокусировка не на пути решения проблемы, а на самом уже решении. Я объясню, что я имею в виду. Фокусировка не на пути, а на результате. То есть, в прошлый раз я сел и поговорил с сыном, да, и сразу достиг результата. Я беру этот шаблон, я подхожу, я сажусь говорить, результата нет, я расстроен. То есть, я ожидаю результата. Я хочу, чтобы эта модель сразу же сработала. То есть, я на результат настроен. Но в данном случае, возможно, мне нужно было пойти другим путем. Допустим, в прошлый раз я просто сел и поговорил с ним, и был результат. В данной ситуации, может быть, мне нужно пойти с ним поиграть в футбол. И вопрос не в результате, а в пути. Мы с ним общались, да, мы с ним провели время. Но если я не хочу тратить время, не хочу, как бы, морочить себе голову, мне лучше шаблон использовать. Да, взяли так пасочку, щелк слепили и откинули. Как бы, потому что шаблон, допустим, чем отличается, к примеру, ручная работа от шаблонной? Ручная работа более длительная, она более кропотливая. Вот я одно время, мы занимались керамикой. То есть, когда ты делаешь руками что-то, это намного выше ценится. Но это дольше и это сложнее. Можно заниматься штамповкой. Штамповка, это очень просто. Щелк, щелк, это очень быстро, это очень легко. Но и стоит это копейки, потому что это штамп. Понимаете, да? То есть, любые ситуации, ну, они будут требовать, и, допустим, я заинтересован в пути к решению конфликта, в развитии отношений с человеком, также в изменениях, а не просто в результате. Я нормально объяснил? Было понятно? Да. Кстати, интересный в этом случае, я думаю, уместный пример, когда Бог выявил Израиль из Египта, Он проложил для них маршрут. Хотя географически, возможно, этот маршрут был не совсем правильный. То есть, географический маршрут можно было проложить намного быстрее и более легкий, но Бог выбрал достаточно сложный маршрут. И на этом пути еврейский народ сталкивался с определенными сложностями, которые Богом были допущены. И еврейский народ не всегда нормально реагировал на эти испытания. Мы часто читаем и о ропоте, и о желании вернуться, и все бросить. Почему? Почему они расстраивались? Потому что им нужен был результат. Они хотели уже завтра жить в этой новой земле. Их же заинтересовал результат, когда им сказал Моисей, вы будете жить в земле, где течет молоко и мед, вы не будете рабами, будете свободными людьми. Вот результат. Нам так нужен результат, что нам не нужен этот путь. А Богу важнее было что? Путь или результат? Для Бога путь был важен, потому что на пути они должны были меняться. Так же? Их отношения с Богом должны были развиваться. И Бог, знаете, для человека важен этот результат, а для Бога важен путь человека к результату. Да, допустим, если мы говорим о воспитании ребенка, я так хочу, чтобы он был послушный, я просто хочу уже этого плода. А Бог говорит, а как насчет пути? Потому что на этом пути ты сам будешь меняться, так же? Ты сам будешь преображаться. Но когда человека интересует только результат, он всегда будет брать шаблон, штамп. Он не будет искать пути. Кстати, обратите внимание, альтернативные пути решения конфликта. Всякий раз это может быть новый путь. И ты меняешься. Да? Да. Смотрите, шаблонность везде существует. Есть как бы направляющие. То есть, Библия, она дает нам шаблон? Нет, не дает нам Библия шаблон. Библия дает нам направляющие, так же? То есть, Библия четко очерчивает горизонты истины, четко очерчивает ее параметры. Но каждая ситуация абсолютно разная, так же? В одной и той же ситуации Дух Святой может повести нас по-разному, но это всегда соответствует определенному шаблону, так же? Любить, прощать, терпеть, так же? Но если в прошлый раз я терпел два дня, в следующий раз мне нужно будет терпеть, допустим, две недели. А на следующий раз, в общем, две минуты вообще терпеть. Так же? Хотя терпеть нужно. То есть, принципы, принципы, нормально. Когда нам в церквях закладывают некие принципы поведения. Но создавать модели поведения я бы не стал. Модель поведения это там, где тебе четко расписано, как тебе себя вести. Встань, улыбнись. Этот может, светили иеговы применять модели. У них просто реальная модель. Это можно банковским работникам сидеть за столом и три раза улыбнуться, два раза подмигнуть и один раз, допустим, чухнуть в нужное время. Так же? Это можно смоделировать. Живую жизнь, реальную, смоделировать невозможно. Каждый раз это может быть по-новому, но, естественно, в неких рамках. И третье, почему люди используют шаблоны, которые не работают. Это пристрастное суждение. Что такое пристрастное суждение? Кто как понимает это определение? Что такое пристрастное суждение? Уже с каким-то эмоциональным окрасом. То есть... А, ну, Витя, немножко расширен. Пристрастное... Ну, в самом слове кроется судь. Пристрастное. Там есть заложена уже страсть. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, но там она есть. То есть, почему судьи просят судить беспристрастно? Чтобы не вовлекались в суд твои эмоции, которые могут повлиять на решение. Какой синоним мы можем дать слову пристрастное? Какое? Эмоциональное. Предвзятое мнение. Что значит предвзятое? То есть, этого еще нет. То есть, ты как бы предвзял. Ты взял наперед. Допустим, я смотрю на Александра, и я заранее говорю себе. Он в бунте, он плохой, так же? И я прихожу уже с шаблоном, не зная на самом деле, какое у него состояние, что в его жизни произошло, что побудило в нем такое поведение. У меня уже есть предвзятое мнение, пристрастное осуждение. Я знаю Александра, он бунтарь, я заготовил шаблон нашего разговора. Я пришел и начинаю этот шаблон гнуть. Оно не работает. Александр упирается, разговор не идет, но у меня кроме этого шаблона, извините, ничего нет. Поэтому я все равно тупо гну этот шаблон, понимая, что разговор уходит в другую сторону. Откуда у меня шаблон появился? Потому что у меня было предвзятое мнение. Об Александре, о его поведении, о причинах этого поведения. Понимаете, да? Поэтому, когда мы читаем Якова, когда он говорит о мудрости, исходящей свыше, он говорит, что мудрость, исходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспрестрастна. То есть у мудрости, исходящей свыше, нету уже предрасположенного отношения к человеку. Как будто бы каждый раз Бог смотрит на нас с нового листа. Да? То же самое говорится о любви, что любовь всегда верит. Допустим, к примеру, да, извини, Александр, что у меня, допустим, с Александром уже было 10 разговоров. И все они были об одном и том же. И может быть, нехороший результат был. И вот Александр мне звонит, говорит, Эдвин, мне надо с тобой встретиться. Я уже говорю, ну хорошо, ладно, приходи. Я выключаю телефон, и я уже типа наперед знаю, о чем будет разговор, чем он закончится. И я не верю в положительность этого разговора. Как бы я заранее настроен. И естественно, если я заранее настроен, я уже заранее готовлю некий шаблон. Вот от этих шаблонов нужно отказываться. Каждый раз, будь ли это ваш сын, будь ли это другой человек, так же, стараться начать все с нового листа. Убрав все шаблоны, быть открытым для Бога, быть открытым для человека. И по этой причине каждый раз разговор может протекать абсолютно по-другому. Интересный у меня был случай, когда мы участвовали в служении «Инкаунтер» у нас в церкви. Достаточно много лет проходило это служение, и продолжает проходить. Я в одном «Инкаунтере» нескольких участвовал, и в одном был как консультант. И мне доставались такие сложные экземпляры. Одним сложным экземпляром был парень, у которого верующие родители, он сам был верующим в подростковом возрасте. Потом он отступил, и отступил достаточно жестко, со всеми, скажем, вытекающими последствиями. И потом уже, как бы немножко повзрослев, он все-таки как-то начал появляться в церкви, и мать, как бы с большим желанием ему помочь, затащила его, не зная, каким образом она его затащила, на этот «Инкаунтер». То есть парень вел себя абсолютно, показывая всем, что он здесь вообще, как бы непонятно почему, и ему здесь ничего не надо, и как бы все у него в порядке. Знаете, вот когда идут там все служения, идет поклонение, он просто сидит, задрав ноги там, в телефоне, ну, как демонстрирует, что ему ничего здесь не нужно. И когда пришло время вот такого личного консультирования, то есть мне говорят, ну, Эдвин, ну, возьми вот его. Ну, знаете, вот я смотрел на этого парня, у меня был там, список вопросов, там, 5 дверей, там, 10 ключей, 20 форточек, там, куда еще может залезть или вылезть. Я смотрел на этот список, на этот шаблон, и на этого парня, и я понял, что если я сейчас начну с ним этот шаблон использовать, и это просто я вымотаю нервы и себе, и ему. Поэтому я взял на себя смелость, я взял этот шаблон, отложил в сторону, взял его за руку и говорю, Серега, пойдем погуляем. Мы пошли к морю, мы погуляли по берегу, мы потом пошли, это было нарушение правил. Ну, как бы я себе смог это позволить. Мы пошли с ним в кафе, купили кофе, попили. Вы знаете, и постепенно, постепенно мы заговорили, вспоминали что-то из его детства, как он в церкви был, и постепенно, постепенно он открылся. И может быть через час и полтора мы пришли с ним в эту комнату, мы там все это читали, и он отрекался там от чего-то, что-то хотел поменять в своей жизни. Но я понимаю, если бы я использовал шаблон, то есть усадил его, сказал, ну что, давай, открывайся, то ничего бы не получилось. То есть вот в той ситуации я понял, что не пойдет так, как с другими. Потому что ситуация другая, другой человек. И в некоторых случаях, ну, будьте способны на некое творчество в хорошем смысле. Естественно, придерживаясь определенных рамок и установленных шаблонов и правил, которые у нас есть и должны быть. Аминь. Хорошо. Это касательно шаблонного подхода. То есть, если есть конфликт, и мы хотим его решить, нам нужно стараться не пользоваться шаблонами. Особенно, если это шаблон, который достался вам от кого-то. То есть, кто-то посоветовал, кто-то сказал, вы не сами это поняли. Даже если вы сами поняли, и это было вашим личным откровением, к каждой ситуации новой конфликтной старайтесь подходить как бы с нового листа. Без пристрастия, без предубеждений. И с поиском новых альтернативных путей, если старые не работают. Второе основание для развития конфликта, это, наверное, больше, о чем Виктор говорил, это ожидание и несоответствие. Очень распространенная причина возникновения конфликта. Ожидание и несоответствие. Ожидание и несоответствие рождают такое чувство, которое очень неприятное. И это чувство часто огорчает нас и становится причиной многих конфликтов. Что за чувство может родиться от этих двух, скажем, соединений? Ожидание и несоответствие. Рождается разочарование. Разочарование, хотя и звучит как-то не так страшно, да? Разочарование, ну подумаешь, даже само слово как-то. Разочарование, какое-то немножко даже поэтическое. На самом деле это страшный монстр. Разочарование это страшный, страшный монстр. И разочарование убило очень многих прекрасных светлых людей. Кстати, слово разочарование, оно происходит от понятия какого? Очарование. Разочарование. А что такое очарование? Кроме ты очаровательна. Что такое очарование? Чары это как волшебство, когда человек, когда он очарован чем-то, он в состоянии такого волшебства какого-то. Да, если мы уйдем от понимания колдовства, просто возьмем это как представление, то очарование, человек очарованный, это человек, у которого есть некое ожидание прекрасного чего-то, но это ожидание ни на чем не основано. То есть это как бы такое ожидание чего-то прекрасного. Допустим, человек говорит, я так уже не могу дождаться этой поездки, допустим, в Одессу, в МДБА, там такие крутые ребята, туда еще и это будет, и там это, и там это. То есть он настолько прекрасным представил себе всю эту картину, что-то похожее на мечту. Кстати, мы имеем право мечтать? Конечно, да. И должны мечтать, и должны ожидать самого лучшего. Но всегда оставляет себе небольшой зазорчик. Но даже если так не получится, даже если так не получится, ничего страшного. Я туда зайду, и там мои старые друзья, и все побегут мне навстречу, и скажут, Тедвин, ты приехал, как классно. А вы зашли, а никто не обратил внимания. О-о, так же? И все идет не так, все идет не по вашему шаблону, не по вашей заготовке. И как-то радости все меньше, да. А потом еще кто-то сказал что-то, что вы не ожидали, может кто-то там посмеется, сказал, ну ты поправился. Опа, еще один комплимент, спасибо, ребята. Я так ждал, я так думал, я так надеялся. Понимаете, да? То есть очарование, это как бы ожидание чего-то такого прекрасного, где вы, конечно, главный герой, и все бонусы для вас. И потом несоответствие. Я приводил пример, опять же, с Димой вчера. Я так показываю с Димой, потому что Дима сидел здесь. Его не будет сегодня, я так понимаю, наверное, да? Не буду. Жаль. Ну, мы изберем. Вот Саша будет сегодня у нас. Я разговаривал с Димой, помните, да, эту ситуацию, когда я настолько знаю, что Дима такой прекрасный, посвященный парень, и я ожидаю от него, это то, о чем, кстати, Виктор, я думаю, ты об этом говорил, когда мы еще и ожидаем от человека некоторые модели поведения. То есть я как бы знаю, что Дима, он так всегда себя вел, он всегда соглашался, он всегда все делал, так же, проявлял невероятное посвящение. Я как бы прогнозирую, моделирую его поведение. Но когда его поведение начинает выходить из рамок моей модели, непроизвольно. Первое, что у меня появляется, это состояние разочарования. О-о. Второе, что я про себя говорю, я не ожидал такого от Димы. Что значит я не ожидал? Что значит я этого не ожидал? То есть в моем представлении не было такой модели. Значит у меня было какое-то представление о поведении Димы, правда? Значит я чего-то ожидал, значит у меня было какое-то представление, как он себя поведет в этой ситуации. Я ее прогнозировал. Так же? Может быть на основании опыта, может быть на основании еще чего-то, Может, на основании каких-то Димонных обещаний, что он мне сказал, Эдвин, если вдруг надо, всегда ко мне обращайся. Может быть, да, он подтолкнул меня к тому, что я прямо ожидал это от него. Но я разочаровался, когда его поведение не соответствовало моим ожиданиям. И разочарование родило во мне другое чувство, огорченности. Огорченности, конечно. То есть я разочаровался, а разочарование, оно рождает горечь. Оно приводит к огорчению. То есть я огорчился, и, как мы говорили, когда появляется горькое чувство внутри, оно сразу начинает ситуацию делать конфликтной. То есть между нами конфликт. Допустим, я мог повести себя в конфликте как угодно. Я мог начать наезжать на Дима. Я твой лидер, во-первых. Саша, знаешь что? Я твой лидер, и у меня есть право. И ты приступал в завет с Богом, обещал ему добрую совесть. Так же? И в этом случае ты обещал служить Богу и умирать на кресте для себя. И я считаю, что воля Божья для тебя, вместо того, чтобы идти на этот футбол дурацкий, пинать мячик, надо пойти к этой старушке и послужить ей. Как ты считаешь? Мы давно собирались пойти на футбол. Ну, ты сравниваешь. Футбол, ну да, я могу начать давить на тебя, да, то есть занять позицию и все-таки как бы решить так, что ты согласишься. Но это все равно имеет оттенок конфликта, правда? Я могу не пойти туда. Я могу сказать, ну как хочешь, иди на футбол, твое право. То есть я заглотил эту горечь, так же? А старушка неизвестно, сколько еще бродяги. И каждый из нас даст отчет Богу о том, как он проводил, живя в теле, доброе и худое, на судилище Христово. Ну, вы поняли, да? Я могу вообще этого не говорить. Я могу просто улыбнуться и сказать, ну хорошо, слава Богу, иди играй. Я могу не выдать. Но поверьте, кого мы обманываем? Мы всегда все понимаем. Мы всегда чувствуем это, правда? Внутри нас есть то, что чувствует. И Дима, конечно, почувствует, что я огорчился. О, Дима, Саша. И Саша потом, может быть, позвонит мне и скажет, Эдвин, ну ты извини меня, понимаешь, мы там... Я скажу, да ничего страшного. Я понимаю все, конечно, футбол это важно тоже, да, все нормально. То есть я буду прятать, может быть, эту горечь. Но если она у меня есть, она всегда у меня есть. Может быть, со временем, при каком-то моем правильном решении, эту горечь Бог уберет из моего сердца. Так же? Если я, может быть, скажу, Господь. Потому что я огорчился от этого. Это неправильно. Убери это. Потому что я чувствую, что напряг. Да? Напряг он остался. А можно? Да, пожалуй. Можно предложить как вариант нестандартного мышления? Ну, попросить брата взять бабушку на футбол. Ха-ха-ха. В виде мяча? Нет. Качество судьи. Качество судьи. Нет. Нет. Я думаю, что это плохая идея. Хорошо. Понимаете, да? То есть я могу эту горечь оставить. Не показать ее. Но она всегда все равно есть. Почему есть горечь? Потому что есть очарование. То есть мое предвкушение или ожидание какой-то модели поведения. Есть несоответствие этому ожиданию. Оно рождает разочарование. Разочарование рождает горечь. Горечь рождает конфликт. Открытый конфликт. То есть когда мы поругались. Так же? Или закрытый конфликт. Когда я это не выпустил. Но оно осталось во мне. И Диме тоже, конечно, Саше тоже немножко от этой горечи досталось. Даже если я не открывал рта. Все попадали в подобные ситуации. Правда? Попадали? То есть ожидание и несоответствие рождают разочарование. Это когда ваши ожидания не совпадают с реальностью или ожидаемым поведением. Как я уже говорил. Часто мы говорим такие вещи о других людях. Как он мог? Как будто бы он не мог. Да? Я никогда даже не думал, что он это может. Я никогда даже, я вообще от него такого не ожидал. Как будто бы человек может только то, что мы думаем, что он может. Как будто бы Саша, он ограничен моим представлением о его поведении. Какой выход из этой ситуации? Добрый вечер. Рады вас видеть. Ну, эта проблема очень распространенная. Причем везде она распространенная. Она распространенная в маршрутке. Она может распространенная быть в магазине. Так же? Может распространенная наших мужей и наших жен. На наших детей. На лидеров церкви. На Бога. Может быть распространена. Господь, от тебя я такого не ожидал. Как ты мог? Говорит ему Иов. Какое ты имел право? Так со мной поступить. Я праведный человек. Я приношу тебе жертвоприношения. Я поклоняюсь. Я верен тебе от начала. Какое ты имел право? А ну-ка спустись и объясни мне. На каком основании? Это, кстати, одна из главных проблем книги Иова. Когда праведник начинает диктовать Богу, какое право он имеет так поступать. В чем конец книги Иова? Ну, да. Ну, это самый конец. Как бы начало конца. Где ты был? В последней главе Иов говорит такие слова. Кто я вообще такой? Что я омрачаю проведение, то есть Божий план на мою жизнь словами бессмысла. И потом он говорит, я знаю Богу, что ты можешь все. И твое намерение никто не может остановить. То есть праведный человек дает право Богу поступать так, как Бог хочет. То есть своими словами Иов говорит, Господь, хотя как бы я праведен, и вроде бы как ты не имеешь права так поступать, я даю тебе право поступать так, как ты хочешь. Как нам быть с людьми, когда люди поступают не так, как мы от них ожидаем. Как нам не попадать в этот конфликт, не огорчаться, когда их модель поведения не соответствует нашим ожиданиям. Ребята, можем ли мы не ожидать друг от друга чего-то? Невозможно. Допустим, к примеру, Ада. Я знаю, что Ада хорошая девушка, она очень отзывчивая, она себя так зарекомендовала. Я знаю ее такое, что она, допустим, всегда молится, когда ее просят о чем-то. Это подталкивает меня, потому что я знаю, что она такая, так же? И это как бы понимание, кто она, мы же общаемся, я ее знаю, подталкивает меня обратиться к ней за помощью. Я говорю, Ада, слушай, там у нас на группе проблема, ЧП, там, у женщины, там, собачка попала под машину, ей лапку сломала. Я знаю, что ты молишься, не могла бы ты сегодня помолиться, потому что очень срочно собачка в реанимации. Не могла. Не могла. Вот так вот в моменте говорит, не могла бы я сегодня. И я так думаю, ну хорошо, ну ладно. И я огорчился. Ну это нормально, что я обратился к ней? И я ожидал, что она скажет, да, могу. Вы знаете, мы не можем друг от друга ничего не ожидать. Мы ожидаем друг от друга чего-то. Мы как-то друг друга воспринимаем, правда? У нас есть какое-то мнение друг от друга, представление, опыт какой-то. А просто ни от кого ничего не ждать. Я не знаю, это просто в ком-то скафандре ходить, вообще с отключенным мозгом, просто как зомби. Я ничего нет, кого не ожидаю, я ничего нет, кого не ожидаю. Для меня все пустое место. Я одинок. Марсиане. Не бывает так. Мы все что-то друг от друга ждем. И мы не можем это отключить. Но при этом что? Что нам даст возможность избежать этих разочарований? Надеюсь, оно лучше. Кто себе грешит? Надеюсь, оно лучше. Кто кем грешит? Ну, грешить, может быть, это слишком? Не, ну... Право. Смотрите, ребята. Мы должны для себя сделать такое утверждение. Просто как утверждение. Каждый человек имеет полное право поступать так, как он хочет. Так, как он для себя считает нужным или хочет. По-разному можем это сформулировать. Но когда мы твердо себе даем в своем сознании, несмотря на мои ожидания, каждый человек имеет право поступать, как он хочет. Имеет на это право он свободный человек. У Бога такие отношения к людям. И Бог не разочаровывается, хотя он возлагает на нас определенные надежды. Но когда мы эти надежды не оправдываем, он не сидит в разочаровании, не психует и не бьет нас с какой-то небесной палкой, загоняя в свою волю. Он говорит, не хочешь, не надо. Ты свободный человек. Моя воля все равно исполнится. Так же? И то, что я задумал, оно все равно будет. Допустим, имею ли я право ожидать послушания от моих детей? Конечно, имею право. Полное право имею. Но я понимаю, что мои дети такие же люди. У них может быть какие-то трудности. Так же? Я ожидаю, допустим, говорю, Алиса, сделай мне чайку, пожалуйста. Алиса говорит, пап, я не хочу. Я не понял, что значит не хочу. Ты моя дочь, ты должна. Не хочет человек. Имеет право не хотеть? Конечно. Или она говорит, ты знаешь, мне такой облом. Ох, нифига себе облом. А мне не облом ходить на работу? А мне не облом для тебя? А что, мне это надо? Я же это все для вас сделаю. Она имеет право. Так же? Ну, не хочет человек, мне страшно. Понимаете? Ну, если я для себя сделаю такую установку, да, что, да, ну, как это? Не может такого быть. У меня всегда это будет вызывать конфликт. А вот, кстати, да. Вот не напьюсь чаю. Но даже если я заставлю Алису сделать мне чай, этот чай мне уже не принесет никакого удовольствия. Так же? Он уже никому не нужен. Поэтому, если вдруг я, ну, Алиса мне всегда делала чай. И я говорю, Алис, сделай, пожалуйста, чайку. Она говорит, пап, облом мне. Чтобы мне оставить для себя радость попить чай. Потому что я могу вообще его не попить тогда. Я могу просто встать и сделать себе чай сам. Или у меня еще есть две дочери. Я говорю, хорошо, Даша. Если уже никто не хочет, но они имеют право не хотеть. Они не обязаны. Собака не может делать чай пока еще. Ну, надо попробовать. Я просто могу пойти и сделать себе чай сам. Правда же? Вот когда мы даем людям свободу, быть не такими, какими мы ожидаем их видеть, нам сразу становится легче. Легче переносить эти трудности. Так, я так понял, у нас перерыв, Валентин, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова